Ну вот, я такой человек, может, по жизни, богом и родителями создан, но не могу сидеть на месте. Я говорю, цены там, я вам скажу, в Москве такие серьезные. У меня денег не хватит с моей зарплаты. Так по смесь слежу, так скучненько у вас тут. Сейчас взбодрим. Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья. Очень соскучился. По вам, по встрече с вами, по Калининградской земле. Я вошел в состав Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, и эмоционному развитию, и предпринимательству. Вот, поверьте, уже сейчас смотрю с другой точки зрения, да, уже вот из этих штанишек главой города, мэра, вышел. И сейчас уже на федеральном уровне. Калининградская область не справится без федеральных денег. Вы даже не представляете, просто не справится. Это неплохо, там есть лоббист, там на область закинули, или губернатор там молодец. Губернатор плохой, раз, уже не дали тех субвенций. Раз, губернатор с каким-то главой там нормальных отношений дали, тут не дали. Что надо делать, губернатор? Заниматься изменением демографической кривой, которая, к сожалению, не идет с тем ростом, который бы хотелось. Забрать телевизор? Отключить телевизор хотя бы на пару часов. Знаете же, был такой эксперимент, сет отключать по вечерам, чтобы не в компьютерах сидели, в телевизорах, а нормально демографические кривые. Вот и у нас так надо делать хотя бы четыре раза, раз в квартал. Там 19 мэров, я 20-й, с которыми я долго общался, там Липецкий, ну знаменитый, помните, Михаил там, помните про дорогу, когда он там хорошо сказал, что ты ко мне пристался над дорогой. Вот, Юрий Николаевич, это мэр Оренбурга, 22 года. У меня вот, знаете, будет хорошая погода, будет снежок, будет хорошее настроение, конечно, можно выйти. Если, это еще раз говорю, решение каждой семьи. Ну все знают, что я с Калининграда, я быстро о себе, там, каждый уже меня там знает. И они все задавали вопрос, а что это, а кто это. А я, к сожалению, уже просто придумывал походу, какая мафия, что там вокруг этого творилось. Ну, мы эту мафию победили. Как бы тяжело ни было, помните. Но и ажиотаж к Калининграду, к Янтарю, просто фантастический. Начали подходить, слушай, а до дороги у вас Янтаря, может там что-нибудь привезти? Ну, вот в таком плане очень интересный такой пробудился интерес. Хожу как простой москвич, очень много пешком. Я беру рюкзачок, оделся и пошел там. Москва сейчас одна из самых красивейших столиц. Такие тротуары, пешеходные зоны, украшения, освещения. Она поехала. Вот есть еще что-то, за что бы вы, как мэр, бывший мэр Калининграду, могли бы сейчас и хотели бы покаяться перед мирожжем? Покаяться? Ну, вы знаете... Какие-то может ошибки, которые прям сожалеют? Ну, я сказал уже об этих ошибках. Так, если говорить, я по-честному, ну, вот эти все 11 лет, реально, можно сказать, в своей жизни, она... Личной жизни-то не было. Ну, реально. Это, да, мои ошибки. Мои ошибки. Я за них еще раз говорю и прошу извинения у населения, но и хочу, чтобы все понимали, почему тогда те или иные решения были приняты. Сейчас вот все смотришь с этой уже точки своей опыта и мудрости, конечно, вот много моментов сделал бы чуть по-другому. Но я всегда был ограничен средствами. Ну, реально. Но мы задел, какой сделали, фантастический, всей этой команды фантастический задел. В фонде видно, что трамвайное движение начало нестрадаться. Нет, это не при мне только, да, не при мне. Вот все, что при мне было, а дальше все до меня было. Вы ко мне это, знаете, как не приписываете. Счастье. Я вот только раз испугнул. Всех с наступающим Рождеством, Христом, Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова